Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. Сегодня мы будем разговаривать с человеком, который, как мне кажется, в представлении не нуждается. Один из самых активных жителей Одинцовского городского округа Михаил Белозуб. Миш, то, что ты делаешь, называется на современном языке плоггинг. Но не все представляют, что это такое. Расскажешь, плоггинг. Это что? Плоггинг, грубо говоря, это пробежка, либо прогулка быстрым темпом и сбор мусора. То есть ты одновременно бежишь, наклоняешься, собираешь мусор. То есть у тебя сразу и приятно, и полезно. И упражнения разные на разные мышцы. То есть ты не просто, например, бежишь, ты еще наклоны делаешь. И, соответственно, еще и природу очищаешь. То есть сразу КПД от бега увеличивается. Когда анонсируем мероприятие, связанное с плоггингом, конечно, народ в интернете пишет, что русским словом называть не могли. Почему действительно плоггинг? Почему как-то по-другому не обозначить? Честно сказать, мы-то и в принципе, как бы и субботники у нас. У людей просто отторжение небольшое. То есть я вот когда людям говорю, давайте субботник, все, у них вот, я не знаю, почему, видимо, еще с тех времен, когда обязаловка. А тут, то есть дело в том, что должно у людей сознание до этого дорасти, что вот это не обязательно, не то, что его заставляют туда выйти там в приказном порядке, а то, что это его инициатива. Потому что он хочет, чтобы вокруг было чисто. И, соответственно, поэтому все-таки плоггинг – это не то, что вот как бы на субботник согнали. И почему именно на русском языке нет названия? Ну, просто вот так исторически у нас просто сбор мусора был. Люди тоже ходят. Я очень много знаю людей, которые ходят, убираются. А вот, ну, скажем так, такой просто, может быть, тренд пошел из-за границы. Придумали вот это название, да, плоггинг. То есть у нас просто это делали люди, но они просто не было какого-то определенного названия для этого. Ну да, субботник действительно такой контекст имеет, что у многих желание отпадает. К сожалению, не так. А вот как ты пришел к плоггингу? Ну, на самом деле история такая простая. То есть я в свое время как бы ездил на машине от работы домой. А потом так получилось, что очень сильные пробки. Я думаю, это у всех такая проблема. А расстояние большое? Ну, расстояние 7 километров. По сути, ну, 7-10 километров до работы обратно. Вот, с Москвы и Воденцова, соответственно. Вот. И тут так получилось, что, ну, я как-то подумал, что уже устал в пробках стоять. Думаю, ну, дай-ка я просто побегаю. Ну, я решил бегать. И я начал вот это расстояние 6 лет, даже 7-7 лет назад преодолевать бегом либо на велосипеде. Ну, а потом, ну, пробегаю, я смотрю, вот, ну, куча мусора. Один раз ты пробежал, второй. А потом это начинает, ну, по крайней мере, на меня. Да, кто-то может от этого абстрагироваться. Но я так воспитываю, я не могу просто. Мне уже настолько стало тошно на это смотреть, что я решил просто я возьму пакет и соберу. Я просто останавливался, собирал, доносил эти пакеты. Потом постепенно я уже как бы понял, что вот, и дальше я уже услышал, что появилось на плавлении плогинг и так далее. Но это вот как бы, я начал уже потом телефоны наших коммунальщиков, ну, как бы у меня появились для того, чтобы уже проще этот мусор был. Если это объемы большие, для того, чтобы было проще этот мусор оттуда выносить. Потому что, естественно, вот люди спрашивают, а куда можно деть мусор после того, как ты собрал. То есть, вот, например, ты собираешь вот этот большой мешок, и что с ним делать? Вот, например, женщина или еще кто-то у нас с собаками гуляет. Куда можно его деть? Я, ну, рекомендую, можно его до дороги отнести, потом сфотографировать и отправить, например, на доброделы. Либо позвонить в коммунальные службы, и они вывезут это. То есть, проблем с этим, в принципе, у нас в Денцово нет. То есть, у нас коммунальщики, они всегда помогают. То есть, у меня постоянно как бы с этим все хорошо. Миш, вот так, за 10 лет примерно можешь посчитать, сколько ты пробежал, ну, и сколько мусора, соответственно, собрал? Сколько пробежал, очень тяжело сказать. Ну, кстати, интересная идея, надо будет посчитать. А по мусору я примерно скажу. Я считал, то есть, среднее. У меня вот года 2-3 назад получалось где-то 7 тонн мусора. То есть, сейчас я думаю... В год? Нет, вообще, в принципе, 7 тонн где-то, да, вынес. Ну, это если не брать вот крупные субботники, где мы там это все прям камазами вывозили, но это общий, да, субботник. А если вот чисто я, то что я вынес из леса в мешках. Потому что мешок примерно вот 120-литровый, который я использую. И так, если по объему, по объему там вообще бешеные получаются. А по килограммам, я в среднем, если считал, там мешок, например, 10 килограмм, вот, то у меня получалось, ну, может быть, на данный момент где-то тонн 10 мусора. То есть, из всех лесов, где я там бегал и выносил, получается. Ну, и, наверное, километраж в тысячах мы измеряем, скорее всего. Ну, скажем так, у меня в месяц, получается, сейчас где-то 700 километров. Десятки тысяч, наверное, если не больше. Ну, да. Где-то так. Ну, смотри, это мы сейчас проговорили, в общем-то, про пользу для экологии. Вот польза для тебя, твоя физическая форма за это время изменилась? Честно сказать, ну, да, потому что раньше я 15 лет занимался в спортивном клубе «Олимп». Можно рекламу, да? Ну, Максим Ганин будет рад, чуть-чуть можно. Да, да, это наш спортивный клуб, он практически был единственный. Сейчас у нас есть фитнес, но все-таки фитнес – это фитнес, а это вот спортивный клуб для ребят. Это семья. Да, это как семья. Большая так и есть. Вот, и, соответственно, вот, я там занимался, а потом, в принципе, бег, он, ну, все, наверное, знают. При том, что лучше, конечно, бег трусцой. То есть не следует прямо вот до фанатизма, если вы не хотите чемпионом там мира становиться и так далее. Просто для удовольствия. То есть я не бегаю там на пределе каком-то. То есть нужно бегать спокойненько. И, в принципе, физическая форма, и, ну, она поддерживается на нормальном состоянии. Плюс еще на природе, ну, всегда хорошо, потому что я стараюсь именно бегать не где-то в пыльных каких-то там местах по дорогам, а именно в основном стараюсь все-таки, чтобы это лес был. Это называется трейл раннинг. То есть это плогинг, трейл раннинг. То есть в лесах где-то по таким интересным тропам. Ну, и плюс там всегда у нас в лесах и турнички есть. Это еще, наверное, с советских времен осталось. И брусь, и можно поотжиматься. То есть можно так приятно все это совмещать. И поэтому, честно сказать, я даже вот, ну, как-то заходил в зал, и можно сказать, у меня даже силовые какие-то показатели, они чуть-чуть упали, но при этом все на нормальном таком достаточно уровне остается. Я, в принципе, всем рекомендую, даже вот, ну, существует такая статистика, что там мужчине, да и неважно, и женщине тоже в день надо там, допустим, 10 километров. Не обязательно пробегать, можно проходить. Сейчас, например, есть модное направление, вот, ну, там с палочками ходьба, потому что... Ну, тоже полезно, потому что можно снимать с суставов, с позвоночника нагрузку за счет того, что опора на палке идет. То есть это так называемая скандинавская ходьба. И, насколько я знаю, у нас на трассе Ларисы Лазутиной там проводят занятия. И для пенсионеров, кстати, сейчас вот программа идет... Активное долголетие. Активное долголетие. Я вот призываю... Ну, пока занятия приостановлены, к сожалению. Сейчас, к сожалению, да. Ну, вот, как бы, когда, мы надеемся, что это быстрее все уже сейчас закончится, я всех пенсионеров призываю для того, чтобы, как бы, оставаться, ну, в хорошем тонусе, чтобы, как бы, дольше тебя прекрасно чувствовать, и вот, ну, заниматься, это очень полезно, и ходьба. Ну, да. А чтобы все быстрее закончилось, нужно оставаться дома по возможности. В магазины не ходим, в поликлиники не ходим, а, наверное, купим силы для того, чтобы пойти... Для активного рывка. ...вылиться с палками. Ну, Миш, смотри, вот я, в принципе, человек, ну, хожу много, но не сказать, что форма прямо у меня физически прекрасная. Вот я могу завтра утром встать и пойти на пробежку. Да. Или надо как-то подготовиться? Честно сказать, вот, ну, как бы, единственное, конечно, ну, всегда, везде советую, это все-таки пойти к врачу и, там, проконсультироваться у своего врача, нет ли каких-то противопоказаний. Потому что, ну, у людей бывают, там, мало ли, старые травмы, может быть, с коленями проблемы, там, с сердцем и так далее. Если врач скажет, что в легком режиме можно... Ну, на самом деле, прогулки-то, в принципе, они вообще никому не противопоказаны. Это же не обязательно прямо бежать. Я говорю, ну, опять же, можно просто в режиме прогулок. То есть даже прогулки, и вот, ну, где вот, например, сосновые леса и так далее, это всегда даже, ну, вот, опять же, возвращаюсь к советским годам, потому что там очень много интересного было придумано, что сейчас возвращается. Это же фитотерапия. То есть ты ходишь по лесу, вот, то есть это у тебя фитнес такой получается, и при этом ты еще дышишь воздухом, который, там, тебе помогает оздоровление организма проводить. А если еще и телефон не ловит, то это вообще просто сказка. Да, это вообще замечательно. Чем дальше, вот, ну, это реально и восстанавливает. И плюс еще очень, ну, как бы говорят, я, в принципе, в это верю, что процентов 80 болезней от головы. То есть лес, он реально успокаивает. У вас сердцебиение, ну, это доказано врачами. То есть у вас восстанавливаются все процессы в организме. Вот, ну, еще, кстати, говорят, помимо этого, конечно, правильное питание. Все-таки, ну, нужно стараться водички больше пить. Ну, тут, я думаю, там, любой диетолог и врач вам тоже расскажет все это, потому что, ну, вот, поменьше всяких вредных вещей есть в Макдональсе, в тех же самых и так далее. Фастфуд, да, под запретом, в принципе. Фастфуд, да, ну, то есть, а так, в принципе, есть все, но в меру, то есть не переедать. И все будет у вас прекрасно и хорошо. Ну, смотри, вот, к сожалению, очень многие думают, что активист равно бездельник. Ну, что, он занимается общественной деятельностью, потому что им заняться больше нечем. Давай опровергать срочно. Ну, скажем так, даже если можно, в принципе, рассказать, как день мой начинается. То есть, естественно, я, как все, просыпаюсь, но я просыпаюсь очень рано. То есть я могу проснуться в 5 утра, могу в 6 утра позаниматься физкультурой, еще чем-нибудь, отвезти ребенка в детский сад, и после этого я уже как раз выбегаю на работу. Бегу до работы, в это время убираю мусор, делаю фотографии как раз тех нарушений, вот то, что как бы добродел, многие говорят, а когда вот эти люди в добродел выкладывают? Просто по пути на работу идете вы или это фотографируете, есть какое-то нарушение, вы увидели его зафиксировали. В принципе, губернатор как раз для этого удобную вот эту вот, скажем, платоплощадку он и сделал, для того, чтобы людям было удобно. Тебе нужен только мобильный телефон, ты сфотографировал все дома, у тебя 5 минут, ты пришел, либо сразу, ну, я набегу, это не делаю, я прихожу домой, то есть там помылся, и потом вот это вот, ну, то, что в момент, когда ты прошел, там, сфотографировал, где-то люк открыт, например. Ну, это же всех касается, да, там недавно такая ситуация была, все знают. Ну, не проходите мимо, потому что вот реально вы не сделали фотографии, а потом вот, ну, беда случилась. Человек погиб, да, по этим телезрителям, что пожилая женщина утонула в канализационном люке. То есть мелких каких-то проблем все говорят, ну, вот там мусор, бумажка, или вот люк открыт. Ну, не проходите, потому что это реально, вот нам кажется мелочь, а реально люди могут поставить яму на дороге тоже. Вот сегодня там ее не заделали, да, а завтра там человек, не дай бог, ее объезжал, и там у него авария случилась. Вот эти мелочи, а если мы не будем мимо них проходить вместе с вами, да, то, в принципе, наш город, он расцветет. То есть от нас тоже очень многое зависит. То, что, ну, хочется в идеале, чтобы вот все работало само собой, коммунальные службы сами все, все бумажки видели, моментально оно все исчезало, убиралось, да, чтобы все люки, все было закрыто. Но они тоже, скажем так, люди, потому что они ошибаются, и они не могут во всех местах одновременно быть, к сожалению. Возможно, это в идеальном мире когда-то будет. Но сейчас вот от нас с вами зависит то, в каком мы городе и округе будем жить. Я призываю всех активно быть. Вот согласно все 100%, смотри, Миша, не хотелось уже взять и на все это плюнуть, потому что приходишь, убираешься, только убрался, на следующий день опять на том же самом месте валяется. Ну, люди весьма безответственные. Некоторые, слава богу, не все. Не хотелось уже махнуть рукой, и пусть коммунальщики справляются. Можно сказать, вот у нас в Глазынинском лесу у меня такие идеи очень часто были. Ну, скажем так, я очень упрямый человек, и я привыкся доводить до конца. И, честно сказать, вот были моменты, когда ты убираешься реально, как ты говоришь, да, и вот опять снова куча, на причем на следующий же день, да, вот видно было, что чисто. Но постепенно люди, вначале люди, когда я пробегал, они спрашивали, а вам за это хоть денег платят? Это один из основных вопросов. Конечно. Да, я говорил, нет, я просто хочу, чтобы было чисто там, где я там пробегаю, там, где мои дети гуляют и мои друзья, соответственно. А сейчас, вот честно сказать, вы можете сходить в Глазынинский лес посмотреть. То есть там у нас подключились местные жители, подключились собачники. И реально вот лес, даже когда у нас глава Одинцовского округа приезжал на велосипеде, ну, инспекцию вот эту проводил, он сказал, как у вас чисто. Вот, и то есть постепенно удалось, даже вот, ну, маргиналов оттуда, наркоманов и так далее, им стало некомфортно, потому что люди, собачники, люди, кто гуляют, они стали также с пакетиками потихонечку убираться, и сейчас там стало чисто. Слава богу, вот, ну, как удалось. И это их труд, следят ведь за этим. Да, и люди сами вот проходят, и при этом не надо вот этими мешками все это убирать. Нужно вот буквально по чуть-чуть каждый свой вклад какой-то вносит, и все, уже чисто. И реально вот эти все элементы, ну, вот, как вот, например, здесь сейчас в Подушкинском лесу, к сожалению, пока ситуация не меняется. Я думаю, что она здесь со временем изменится, если люди будут немножечко активнее как бы действовать. Вот, так что можно менять, и все от нас с вами зависит. Миша, что в твоих ближайших планах? В моих планах сейчас, ну, многие, наверное, уже знают, что я вошел в общественную палату Одинцовского городского округа. Вот, и сейчас, поскольку я все-таки в примитете по экологии, мне хочется привести реки в порядок. Честно сказать, очень много нарушений, потому что я бегаю, ну, много достаточно, и я вижу, что где-то, например, перекрыт доступ к рекам, это нарушение водного кодекса. Где-то сливы происходят, то есть у нас действует программа, вот, Андрей Иоаннов сказал, что вот есть программа «Прибрежный патруль», но, к сожалению, она, ну, не то, что... Мне кажется, что она больше все-таки на бумаге, потому что очень много у нас в округе рек, озер и так далее, они сейчас в таком состоянии, вот, честно сказать, без слез не взглянешь. И мне хочется их все привести в порядок, ну, это как бы ближайшие планы. То есть я уже большинство рек обижал, где-то я наш... Мониторинг провел. Да, мониторинг провел, сейчас остается это все, ну, как бы уже где-то письма написаны и так далее. То есть Министерство экологии по каким-то вещам работает, но, честно сказать, вот со сбросами очень тяжело. Хочется вот как-то навести здесь порядок. А если мы со сбросами разберемся, тогда можно уже очистку прудов делать, потому что прежде чем вот, ну, как бы делать очистку пруда, нужно все-таки все сбросы перекрыть. То есть это возможно сделать, но это очень тяжелая работа, и она совместная. То есть одному там активисту или даже активистам им не справится. Это вот поддержка власти должна быть очень серьезной и у всех служб, то есть там и коммунальных служб, которые будут помогать, например, там бетонные блоки. Вот сейчас мы тоже занимаемся на втором заводе у нас вдоль речки Самаренко. Ну, скажем, не очень в красивом и хорошем состоянии, там вот эти берега, вот этой речки. Мы хотим те, которые не в трубах, очистить для того, чтобы вот, ну, у нас такая экосистема красивая. Все-таки у нас в Одинцово очень рек много было, озер. Сейчас многие закатали в трубы, но все, что осталось, все-таки привести в порядок, чтобы было приятно людям гулять и вообще, в принципе, находиться в городе. Миш, удачи тебе в твоей деятельности. Ну, а телезрителям я лично пожелаю присоединяться к Миша, не стесняться. Давайте сделаем наш Одинцовский округ, ну, хотя бы немножко лучше. Дорогие телезрители, не бойтесь иностранного слова «плоггинг», присоединяйтесь к движению, хотя побуду немного занудой и напомню, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.